12-летний Айнар Парсвания живет в Новом районе. Он один из тех, кто уже испытал смарт-аппарат. Мальчик рассказал о том, что вместе с друзьями собирает бутылки, чтобы животные не оставались голодными. Айнар с улыбкой на лице отметил, что рад установке такого аппарата. Каждый день, когда мы собираем бутылки, приносим и собак кормим. У нас собака есть, щеня, мы корм приносим. Она вся худощавая, из-за этого приносим. Там, а в садике. И так приходят люди, бутылки собирают, полные коробки и наполняют. Я видел такие несколько. Жалко, что их мало. Наоборот, больше нужно ставить. Этот необычный смарт-аппарат установили в республике совсем недавно. Данное устройство подает в специальный резервуар воду и корм для бездомных животных в обмен на бутылки из пластика. Как только прохожий забрасывает бутылку в специальный отсек, в нижней части автомата подается корм. Идея об установке аппарата принадлежит общественной организации «Абхаз ДЭС». Давно у нас болезненная тема экологии в Абхазии. У нас это второй проект, первый был связан с бумагой. И вот когда мы разрабатывали проект по привлечению внимания проблемы пластика в Абхазии, мы думали, как же стимулировать людей, чтобы люди собирали пластик. И идея пришла, мы увидели в Стамбуле такие аппараты и решили установить, попробовать в Абхазии, чтобы человек сразу увидел результат. Он бросил бутылку и высыпается корм для животных. Ну и, соответственно, могли еще и помочь бездомным животным, что тоже большая проблема в Абхазии. Простое устройство обеспечивает в постоянном доступе корм для животных, которые зачастую могут рассчитывать лишь на местных заботливых жителей, подкармливающих их. Такой необычный автомат питания приносит положительные перемены на ту территорию, где зачастую судьба бездомных животных не завидна. Смарт-аппараты были куплены в Турции стоимость одного – 2500 долларов. Мы их заказывали в Стамбуле. Там вот компания «Пугидон», которая производит эти аппараты, как вы видите, по индивидуальному дизайну. То есть аппарат, даже когда вы бросаете пластиковую бутылку, он на Абхазском благодарит вас. Вы изначально приблизительно посчитали, заложили корм в проект. Конечно же, мы закупили корм. Специально купили корм для кошек, чтобы могли есть и собаки, и кошки. То есть процесс такой, что мы приезжаем, так получилось, только каждый день, потому что не ожидали, что будет такой спрос. Освобождаем аппарат, то есть забираем бутылки, смотрим, есть корм, нету, наполняем. Обслуживание «Чудо-автоматов» полностью ложится на плечи работников Абхаздеска. Они ежедневно подливают воду, подсыпают корм, следят за техническим состоянием агрегата и собирают бутылки, опущенные в аппарат. Собранный пластик отправляется в пункт приема в Торсуре компании «Экоапсна», а затем вывозится на переработку. Автоматы не только избавляют животных от голода, но и позволяют каждому вложить лепту в заботу о природе. Вы знаете, очень большой спрос. То есть люди из других городов просят установить такие аппараты даже. И, наверное, одну картину расскажу. Когда в очередной раз приехала забирать пластиковые бутылки, я наблюдаю такую картину, как несколько детей бегут с бездомной собакой и с бутылками в руках, чтобы ее накормить. То есть это вот эта картина, наверное, к которой мы стремимся, чтобы собирать пластик, не было мусора, еще и кормить, помогать нашим братьям-меньшим. Таким образом гражданские активисты надеются сформировать традицию проявления сострадания к бездомным животным и поддержать идею раздельного сбора мусора и переработки отходов. Представители общественной организации «Абхаздеск» благодарят представителей местных администраций за содействие в установке аппаратов. Проект «Спасем мир от мусора» осуществляется при поддержке программы развития ООН и шведского агентства по международному развитию. Жадина Ханагуа, Раму Камке, Абхазское телевидение. Продолжение следует...